И у нас 22 октября 2021 год. Я вот сейчас в храм зашел. В здание храма именно. Кошечки тут чернушки, которые у нас тут охраняют территорию от мышек всяких разных. Ну и птичек тоже не. Вот и здесь у нас есть надписи. Во храме его все возвещает о его славе. Идет видеозапись для интернета. Отключите мобильные телефоны. Закрывайте дверь. Ну бывает так, привыкаешь к этим надписям, что даже не замечаешь. Телефоны у кого-то срабатывают. Вот это и мы зашли. Тут у нас как коридор. Вот тут надпись. То есть когда заходят, сразу три поклона. То есть молюшу Господу. Здесь вот сегодня новые плакаты сделали. Это сестра Надежда Муха. Немножко стену эту обновила. Вот. К примеру, пришел Спаситель. Где же он жирного? Это видимо. Ну и в ковчег какой-то построил, что ли он. А вот эти тоже. Женя и Анюта. Это сестра Малютина. Раиса Юрьевна. Это Кристина тоже ее дочь Малютина. С детьми тут. Вот сестра. Такие все маленькие. Сейчас уже позрослели. Даже у Насти Дробот нету четвертого Нестора. Или был маленький, или еще не было в то время его. Балочка стоит с детьми. 2006 год. Детища маленькие. Что-то поет Надежда. Позаради на выступление детей на брачном Перу утрите Коу. 2007 год. Год моего крещения как раз. По деревке. Вот. По-своему интересные фотографии. Каждый снимок. Это все память. Чернявские. Выездной рождественский концерт воскресной школы у Ивана Семеновича Александра Ивановича Чернявских. 2010 год. Цветочки не 2009 и 2021. То есть какие-нибудь в то время, какие сейчас выросли. Сравнение. Это сборки. Здесь наползнуло. Катится. Это идет воскресная школа. Видимо, где-то у источника какого-то они находятся. Уезжали. Да, 2020 года. Это еще вот обновили сегодня. Это еще старенькие, которые были. Это тоже, как говорится, по возрасту они маленькие все. Но фотографии были, которые свежие. Вот тут история этой общины Крестово-Сдвиженской. И не только. Потому что здесь вот даже Игорь Барабаш вот есть со своей семьей. Лена Барабаш и двое детей. У него трое. То есть верем еще здесь нет. Вот место из Библии. Прозвратил Господь потерю и дал двое больше того, что он имел прежде. Иосифа 2.10. Он заглянул их. Место Писания относится к епископам. Вот он епископ Евтихий. Это Покровский собор. Вот он епископ Евтихий ребенка держит. Вот. Вот хронология Крестово-Сдвиженской общины. Но это она не полностью. Потому что тут еще не разносили новые изменения. Такие что было где. Тут Баварин. Писал. Тут это за священство. День апостолов. Вторая глава. С первого по четвертый стих. При наступлении же дня Пятидесятницы все апостолы были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба. И явились им разделяющиеся языки. Кабы огненные. И почили по одному на каждого из них. И исполнили все Духа Святого. Вот они показываются. Какие языки у них. Почивали на них. А здесь другая уже картина. Епископ, полагая руки свои на посвящаемого, произносит. Божественная благодать всегда немощная, врачующая, оскудевающая, восполняющая, пророчествует. То есть рукополагает. Благовинищего диакона имя. Во пресвитера помолимся оба о нем. Да приедет на него благодать святого Духа. Вот. Руками епископа. Ну, вот так вот. Вот здесь вот. Такие видео небольшого юмора. Мальчик молится. Отче наш, сущий на небесах, просветится имя Твое да приедет. Царствие Твое да будет воля Твоя. Подумав, мальчик признал. Господи, все Твое. Да. Вера Твоя спасла Тебя. Отец спрашивает дочь. Какой стих из Библии мы сегодня выучили? Вера Твоя спасла меня. Вот когда же. Обида. Девочка встретилась с двоюродными братьями, немного поиграя, и поделилась с ними игрушки в песочнице. Ну, надоело. Мы за Вас каждый день молимся. А Вы все еще неверующие, да неверующие. То есть в сердцах она сказала все это. Ну, слух. Да. Знаете, что мне разговаривать с безбожниками? Страшный суд. Молодец, Ваня. Все, что они видят внутреннего. Даже можно уже, кто знает этих людей, детей, представить, кто именно как, что отвечал. Помилуй картошку. Аминь. Да. Вот так вот. Юмор какой. А тут уже, конечно, все серьезно. Тут идет видеозапись для интернета. о церковной дисциплине, что как принято в общей. Можно остановить кадры, почитать. Места из Библии, напоминающие нам о милости Господней. Милости Твоей, Господи, полная земля, научи мне уставам Твоим. Солом 118, 64 стих. Будьте все единомышленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смирно мудры. 1 Петра 3, 8. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мир вы мерите, такой и вам будет мерить. Матфея 7, 2. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Иакова 2, 13. Все в этом надо помнить всегда. Христос воскресе. Это раньше распятие висело. Почему-то решили убрать, повесить эту надпись. Вот такой вот коридор. То есть показал новое обновление. Вот эти вот фотографии, такие яркие, сделанные. Написать им, что бы ни делали другим того, чего они хотят себе, деяния 15-20. В 1 воскресенье февраля отмечается начало работы нашего сайта. Кистине один народ.ру. То есть это можно уже отмечать и YouTube точно так же, когда был создан. Притча 30 глава, 5-6 стих. Всякое слово было чисто, он счит уповающим на него. Не прибавляй к словам, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Вот так вот. Вот так вот тут у нас новый котел установили. Уже по осени. Вот он, красавец, по сравнению с той печкой. Ну что, я его опробовал на прошлой неделе. Работает отлично. Даже жалуюсь, что было сильно жарко. Просто я не знал, сколько засыпал. Ну, засыпал, казалось бы, немножко. Тут есть преимущество у него, что вот можно на 45 градусов ставить задвижку вот эту вот. Вот это полностью открыто она. А так ставишь на 45 градусов. И он уже более экономный там клеит. Но температура все равно идет. Лучки эти сделаны в окошечке, чтобы можно было прочищать дымоходы. Вот. Это вот крышка, куда все закладывается, открываются вот эти вот штучки. Расшелкиваем туда. Вот сейчас не видно будет. Вот там у меня. Между прочим, я даже удивился, в пятницу я затопил. Вот, в субботу, в воскресенье протопил. И потом уже не топил. И меня до среды, в среду я пришел, коснулся печкой, она была чуть-чуть тепленькая. То есть, хранилось тепло на сколько долго. Потом уже четверка на остыла. Здесь вот выставляется примерная температура. Все там на цепочке. Притом очень хорошо все работает. Это вот колосник двигает. То есть, туда-сюда. За счет этих движений там очищается. Ну, все равно надо кочергу. Без нее не обойдешься. Такую конструкцию придумали. Она очень практичная. То есть, она сама, когда температуру выставляешь, сейчас у меня она просто на полной сделана, спущена. Но постепенно, когда там происходит нагревание выше той температуры, которую ты здесь выставил, она раз поддувала, сама закрывает. За счет воздуха это сделано. Там специально пластинка внутри есть. А когда, наоборот, температура падает, меньше, чем уставана, она начинает поднимать на этой цепочке вот эта вот штучка. Вот так вот. Чуть-чуть ли поднимает ее, там миллиметра два, как выставишь. И опять начинает температуру нагреваться. Главное, чтобы там был запас угля за заложен. Не знаю, как зимой будет, конечно, но в принципе показалось, что хорошо работает, отлично просто. Хотел тут небольшой ремонт сделать. Вот. Стены повыравнивать все это. Потому что все осыпается. Тут вот брат замазывал, но она все равно. Это вот так вот все, слава богу. Тут вот временно закрыли, чтобы пыль не летела туда, в детскую комнату. Вот так вот. Все. Сейчас выключаю, ухожу. Тут я приходил, кошек кормил вообще. У меня цель была именно кошек выкормить. Я нашу ее в пластиковые чаплажки или в кастрюле. Вот тут осенью был запас продуктов. Больше раздали, половину даже больше, наверное. Вот и здесь уже в конце говорится. Иди и впредь, не греши. Иван Глятиан, 8-11. Слава богу за все. Аллилуйя.